Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Ты просил меня, Абдуллах Аль-Масуми, законовед, да счастливит тебя Аллах, составить трактат, в котором кратко разъяснялось бы, что такое любовь. Отвечу тебе, что в нижеследующем трактате я сделал все, что мог, для того, чтобы заслужить твое одобрение и удовлетворить твое желание. Я составил свой трактат для тебя из семи разделов. Первый. О силе любви, текущей в каждой индивидуальной субстанции. Второй. О наличии любви у неживых простых субстанций. Третье. О любви у существующих вещей вообще и у тех из них, которые обладают питательной силой в той мере, в какой они ею обладают. Четвертое. О наличии любви у животных субстанций в той мере, в какой они обладают животной силой. Пятое. О любви тех, кто отличается изяществом и молодостью красивым образом. Шестое. О любви божественных душ. И седьмое. Выводы из разделов. Раздел первый. О силе любви, текущей в каждой индивидуальной субстанции. Каждая индивидуальная субстанция, управляемая Всевышним, от природы стремится к своему совершенству. Которая есть благо индивидуальное, проистекающее из индивидуальной субстанции чистого блага. И от природы она бежит присущих ей недостатков. Которые в ней являются злом, проистекающим из первоматерии и небытия. Ибо всякое зло связано с первоматерией и небытием. Очевидно поэтому, что все существующие вещи, управляемые Высшим принципом, обладают естественным вожделением и врожденной любовью. Отсюда с необходимостью следует, что у этих вещей любовь есть причина их существования. Ибо все, что можно выразить, делится на разряды по трем признакам. Первый, либо оно достигло особого совершенства. Второе, либо достигло крайности недостатка. И третье, либо колеблется между обоими состояниями, находясь по существу в промежуточном положении. Далее, то, что характеризуется крайним недостатком, имеет своей целью достижение абсолютного небытия и исчерпания всех своих связей. Ввиду этого, его правильнее всего называть абсолютным небытием и изучать как небытие. Хотя оно и заслуживает того, чтобы по классификации или мысленно его относили к числу существующих вещей. Тем не менее, его бытие не должно считаться сущностным бытием. Термин существования к нему можно применять лишь метафорически. И к совокупности существующих вещей его можно относить только акцидентально. Следовательно, истинные существующие вещи являются либо такими, которые предрасположены к крайнему совершенству, либо такими, которые можно характеризовать как колеблющиеся между недостатком, чем-либо вызванным и совершенством, существующим от природы. Стало быть, существующие вещи в совокупности свои не свободны от некой связи с совершенством, их связь с ним сопровождается врожденной любовью и вожделением того, что может соединить его с его совершенством. Это ясно также со стороны причины и вопроса «почему?». Поскольку, первое, ни одна индивидуальная субстанция, управляемая высшим принципом, не лишена присущего ей совершенства. Поскольку, второе, такая субстанция сама по себе не является достаточной причиной для существования своего совершенства. Ибо совершенство, управляемых высшим принципом, суть эманация совершенного самого по себе. И поскольку, третье, нельзя представить себе, чтобы этот принцип, привносящий совершенство, имел целью привнесения совершенства в каждую из индивидуальных субстанций в отдельности, как-то разъяснили философы. Поскольку все это так, из мудрости необходимо сущего существа, его умение управлять, вытекает стремление заложить всеобщую любовь с тем, чтобы она таким образом сохраняла то, что было получено через эманацию, общие совершенства и была направлена на их создание в тех случаях, когда они утрачивались, дабы ею осуществлялось управление мудрым порядком в мире. Таким образом, наличие этой любви у всех управляемых высшим принципом существующих вещей должно быть необходимым и неотъемлемым. В противном случае была бы нужна другая любовь для того, чтобы сохранить эту общую любовь, уберечь ее от небытия и вернуть ее в прежнее состояние, когда она пришла в упадок, беспокоясь из-за ее удаления. В этом случае одна из этих двух любовей была бы бесполезной и излишней, а существование чего-либо бесполезного в природе, то есть в божественно установленном порядке, ложно. Но нет любви в ней этой общей абсолютной любви, следовательно, бытие каждого предмета, управляемого высшим принципом, определяется врожденной любовью. Теперь, имея это в виду, отправимся к более высокой ступени, нежели та, о которой говорилось ранее, перейдя к рассмотрению верховного существа и того, как ведут себя вещи под управлением управителя, учитывая меру его величия. И мы говорим, благо любимо само по себе. Если бы это было не так, то все, что желает стремиться и совершает ту или иную работу, не имело бы перед собой определенной цели, представляя себе ее благость. Если бы благо не было любимо само по себе, то все усилия, направленные к благу, во всех действиях были бы напрасны. Поэтому благое любит благое, ибо любовь в действительности есть не что иное, как одобрение всего прекрасного и подобающего. И эта любовь есть начало стремления к нему, когда оно отсутствует, если это есть нечто такое, что может отсутствовать, или к соединению с ним, когда оно наличествует. Далее все сущее одобряет то, что ему подходит, и стремится к нему, когда оно утрачено. А особым добром является склонность к чему-то в действительности и в помыслах относительно того, что считается действительно подобающим. Далее одобрение и стремление. Как неодобрение и отвращение, существующие вещи проистекают из приверженности к ее благости, ибо вещь сама по себе одобряется только по причине своей благости, поскольку бытие называется благом правильным и сущностным образом лишь в той мере, в какой оно благое, так как правильность обнаруживается в вещи, сущностно ввиду ее здравости и благости. Ясно таким образом, что благо любимо за то, что оно есть благо, будь то благо, присущее данной вещи, или благо, которое она разделяет с другими вещами. Каждый вид любви есть либо нечто уже достигнутое, либо то, чего еще надо достичь, а именно из всего того, что любимо. Когда благость в вещи возрастает, возрастает также и достоинство объекта любви, а также и любовное стремление к благу. А раз это установлено, мы говорим, что существо, которое слишком свято, чтобы быть управляемым, должно быть высшим объектом любви, ибо оно является высшей благостью. А высший субъект любви тождественен с высшим объектом любви, а именно с высшей и святейшей сущностью Всевышнего, ибо благое любит благое через соединение с ним посредством обретения и постижения. Первое благо постигает себя актуально в вечности, и стало быть его любовь к себе самому, наиболее совершенная и полная. И поскольку между божественными атрибутами его сущности нет никакого различия, любовь здесь сущность и бытие в чистом и простом виде, как у блага. Таким образом, у всех существующих вещей либо любовь является причиной их бытия, либо любовь и бытие в них тождественны. Очевидно, следовательно, что ни одна индивидуальная субстанция не лишена любви, и это то, что мы хотели разъяснить. Конец первого раздела.